Круглый стол энергосбережения и альтернативная энергетика, отечественный и зарубежный опыт – завершающая часть местной инициативы, которую реализуют в Ведомлянском сельском совете. Его участники – эксперты практики в области энергосберегающих технологий, представители инициативной группы по устойчивому развитию, активисты волонтерского движения «Энергопатруль». Проект «Лаборатория солнца» реализуется с декабря 2017 года. За это время здесь провели конкурс рисунков по энергосбережению, выпустили буклет и в Ведомлянской средней школе создали класс по энергосбережению. Создан энергопатруль. Мы просвещаем родителей, мы просвещаем наших малышей, мы работаем с детским садиком. И вы знаете, кто, как ни школа, должен воспитывать именно детей, я еще раз повторяю, бережливых, аккуратных. Инициатива «Лаборатория солнца» реализована по проекту «Содействие и развитие на местном уровне» в Республике Беларусь в рамках программы развития ООН. На реализацию проекта Ведомлянский сельский совет получил грант в размере 28 тысяч долларов. Прежде всего мы начинали с светодиодной подсветки двух зданий, административного здания и Дома культуры. То есть у нас к новогодним праздникам уже была включена подсветка светодиодная. Следующий этап был нашей работы по проекту. И тротуарные дорожки у нас. Поставлены уже, как вы видите, у нас освещение. Освещение будет идти, вот если вы посмотрите, светонакопительные стоят солнечные батареи. У нас будет, почему «Лаборатория солнца»? Потому что у нас будет работать солнце. Солнце будет освещать наш вот этот замечательный сад. Изюминка проекта «Лаборатория солнца» – рекреационно-обучающая площадка размером почти 4 гектара, оборудованная на территории старого яблоневого сада. Ее главное предназначение – популяризация альтернативных источников энергии. Фонарное освещение здесь предусмотрено за счет солнечных батарей. С одной стороны, это место отдыха, очень привлекательное, надеюсь, будет для деток, для семей, для жителей агрогородка. А с другой стороны, эти все экспонаты будут пропагандировать о неразбережении и альтернативную энергетику. Пока этих еще не так много может быть приборов. Вот стоят фотоэлементы, будут стоять места для зарядки мобильных телефонов напрямую от солнца. К проекту подключился и Каменецкий райисполком, выделил средства на оборудование детских площадок. Не осталось в стороне и открытое акционерное общество «Видомлянское». Силами предприятия уложена тротуарная плитка, почищен водоотводящий канал. Мы предполагаем и уверены в этом. И сегодня мы видим, детки бегут сюда, с интересом идут. Мамы с колясками уже здесь проезжаются по нашим дорожкам. И это для них. Они будут приходить сюда, отдыхать и смотреть, как работают альтернативные источники энергии, читать информацию, которая у нас здесь имеется, и тем самым пополнять знания и применять эти знания у себя. Ну, каждый в доме, на бытовом уровне. И мы будем пропагандировать то, что ресурсы земные, они не бесконечны, что их нужно беречь. Сейчас работы находятся на стадии завершения. В ближайшие дни появятся скамейки и специальные места для зарядки мобильных телефонов. Площадка откроется 27 мая. В этот день здесь пройдет большой праздник с цешками малой родимой.